Новые технологии в обучении студентов, возможности дистанционного образования и оценка качества. Это главная тема, которая звучала сегодня на Первом международном образовательном форуме. Площадкой для проведения большой конференции наша страна стала не случайно. Сегодня на уровне министерства рассматривают возможности подписания нескольких серьезных соглашений в сфере образования. Как выглядит образование 21 века, знает Ксения Рапчинская. Сегодня в конференц-зале Национальной библиотеки 26 докладов и дискуссий о качестве образования между теми, кто создавал многие учебные программы по всей планете. Беларусь стала первой страной, которая принимает Международный образовательный форум. Качество образования в первую очередь объединение опыта и использование новейших технологий. Во вторую тут собрались представители бизнес-сообщества, посольства и профессора со всего мира. Сегодня это не подведение итогов, а выработка приоритетов. Приоритетов, которые будут направлены на повышение качества. Вот что нам нужно сделать. Приоритеты на форуме действительно расставили. Сегодня в тренде дистанционное образование. Эксперты отмечают, что оно в отличие от точного обучения становится более доступным, но благодаря инновационным разработкам не менее эффективным. Интерактив заводят до такого уровня, что некоторые учреждения образования сегодня проводят специфические исследования на уровне голограмм. Сегодня профессора пытаются сделать даже не настоящим. То есть на преподавателя, который находится условно в Великобритании, надевают специальные датчики. Его трехмерное изображение появляется в аудитории на другом конце света. Так, профессор 3D-модель читает лекцию сразу в двух классах. В одном выстоящее человек, в другом голограмма. Выходят на новый уровень электронные учебники и пособия. Это ни в коем случае не тот же текст, что напечатан в книге. Он интерактивен, в нем множество гиперссылок, таблицы онлайн-тестов. Microsoft обсуждает возможность создания в Беларуси IT-академии, где студент сможет получать все новейшие разработки корпорации, а также пройти обучение. Кроме того, мы можем проводить дистанционное обучение даже для преподавателей вузов. А еще корпорация Microsoft предлагает белорусским вузам абсолютно бесплатно продукты для использования так называемых облачных технологий. Информация для обучения хранится в интернете и пользоваться ее можно из любой точки мира. Самый банальный пример – готовый диплом студенту не нужно приносить в университет. Достаточно ввести пароль пользователя на компьютере в вузе, и документ откроется на нем. Еще одним направлением, которое обсуждают на форуме, стало взаимодействие в разработке учебных программ. Уже несколько групп белорусских студентов были на стажировке на Сардинии. В этом моменте я разговариваю с членами делегаций, которые были на Сардинии, и уже работаю на совместном проекте. Всего же в форуме принимают участие представители более 70 университетов со всего мира. В совокупности в них обучается более 1 миллиона студентов, а опыт в образовании всех вузов вместе составляет около тысячи лет. Форум продлится три дня. Завтра сразу в нескольких белорусских вузах откроются дискуссионные площадки, где студенты смогут пообщаться с глазу на глаз, с организаторами и гостями форума, и даже внести свои собственные предложения. Планируются также экскурсии по инновационным лабораториям технических университетов для представителей зарубежных вузов. Завершится форум 10 апреля. Ксения Рапчинская, Алексей Правдиков, агентство теленовостей.